итак дорогие друзья рада вас всех приветствовать меня зовут виктория брэдис и сегодня мы с вами поговорим на тему слов табу в кондитерском бизнесе огромное количество мастеров используют фантазийные клишированные такие обобщенные фразы для того чтобы описать либо свой продукт либо в принципе всю свою деятельность весь свой бизнес если вы это делаете в постах допустим используя отзывы клиентов до описания своего продукта еще расскажу именно в постах кейсы составляете клиентов так добрый день всем добрый день то это достаточно нормально это эмоции и это эмоции которые вам рассказывает и показывает клиент и вы их транслируете просто как такой постфактум вашей деятельности это как бонус за вашу работу вообще в принципе отзывы клиентов это как чаевые они могут быть они могут не быть они могут быть хорошими они могут быть плохими и отзывы клиентов естественно эмоциональные какие-нибудь яркие красивые которые вы описываете в постах допустим или вы рассказываете что такое кейс отзыв клиента это то что вам человек прислал вот она фраза спасибо было невероятно вкусно там ребенок в восторге это отзыв клиента кейс это немножко другое когда вы описываете ситуацию для которой был создан тот или иной продукт описываете как вы его допустим делали какие сложности испытывали что получил клиент как вы все это дело реализовали и какой в итоге отзыв вы скажем так получили за выполненную работу кейс и отзыв немножко разные вещи поэтому когда я говорю о том что если вы публикуете в своих социальных сетях кейсы и отзывы это разные вещи это ну нельзя их смешивать но если вы используете слова табу не в описании не в постах не в кейсах и не в отзывах а в торговом предложении в описании вашего торгу в торговом предложении вашего продукта либо ваши услуги то это ну это вообще неприемлемо я вам сейчас объясню и сегодня у нас будет тема такая достаточно интересная кто присоединился только что еще раз напомню мы сегодня поговорим про слова табу в кондитерском бизнесе это можно конечно и накладывать эту историю и на другие бизнесы потому что в принципе ошибки допускают многие мастера в разных сферах но так как я кондитер я занимаюсь пряничным делом меня зовут виктория брэдис вдруг кто не знает но я потом расскажу о себе думаю сейчас это не самая актуальная информация то используя вот эти вот фразы слова мы не просто притягиваем клиентов мы их наоборот отпугиваем и отталкиваем используя слова очень все любят использовать слова уникальные ручная работа индивидуальный вау эффект я потом сегодня приведу в пример какую-то нишу одну возьму которая у меня на обучение сейчас достаточно много учеников из этой ниши я вам просто приведу в пример это такой срез информации чтобы вы понимали что это повсеместная проблема так вот используя вот эти слова авторские индивидуальные ручная работа уникальный вы стараетесь каждый из вас старается быть такой отстроиться от конкурентов проявить свою какую-то уникальность аутентичность и что вы делаете тем самым вы сваливаетесь в кучу тех самых мастеров которые делают все то же самое помимо того что вы делаете один и тот же продукт вы еще по одному и тому же принципу пытаетесь описать свой продукт то есть вы описываете свой продукт свою деятельность свою услугу какую-то все однотипными словами и используя слово уникальное представляете тысячи человек каждый использую слово уникальный уникальности в этом слове она перестает быть уникальным и ваш продукт перестает быть уникальным давайте рассмотрим ну давайте рассмотрим допустим мастеров зефирной флористики я сейчас веду большой курс и у меня учатся кондитеры и вот зефирная флористика я просто вижу что такая тенденция идет их очень много на самом деле если вы занимаетесь пряниками тортами или чем-то другим вы можете это все накладывает на себя просто для меня вот я вижу что прям такой зефирная флористика набирает обороты всем нравится этот продукт все идут туда учиться и самое смешное что те мастера которые учат зефирной флористики они не учат продвижению они используют клишированные фразы для описания своего продукта и мы как ученики вы как ученики просто то же самое используем у себя и получается у нас такая масса людей которые по факту делают плюс минус одно и то же непонятно что и абсолютно одинаковыми словами описывают свой продукт я даже для себя это выделила я думаю что если кто-то из вас занимается зефиром вы можете просто мне сейчас там какие-нибудь сердечки потыкать я в это увижу даже если вы не мастер зефирной флористики но сталкивались такими экспертами я думаю что те фразы которые я сейчас назову а это не придумано это именно то что я взяла из шапок профиля из торговых предложений своих девочек кто у меня учится и вы увидите что это очень тенденция плохая скажем так я не буду говорить хуже потому что хочется сказать хуже комплимент взамен живым цветам создают цветы которые не вянут как подарки которые остаются в памяти композиция которая заменит букет из живых цветов будут оценены по достоинству цветы которые можно съесть вот я сейчас взяла пять фраз и все мастера зефирной флористики где бы они ни были из чего бы они не делали зефир в чем бы ни была уникальность их продукта в чем бы ни была уникальность их допустим упаковки доставки каких-то других моментов твердых моментах которых мы сегодня поговорим дальше они все сводятся к тому что вот эти вот пять фраз у них ну плюс-минус какой-то модернизированной форме используется абсолютно одинаково теперь вы представьте себя вы клиент перед вами вы не знаете мастеров увидите какие-то красивые цветы вы понимаете что это в принципе кондитер но я надеюсь туда это понятно из профиля и вы вот открываете профиль там зефир там который можно съесть второй профиль цветы которые не завянут третий профиль букет который будет стоять долго и одно и то же вот тысячи мастеров перед клиентом и абсолютно одинаковое описание всего вот всего того что они делают для клиента разницы особо нет розовая розочка или там бледно-персиковая розочка он может смотреть на картинку но все фотографируют супер одинаково все описывают одинаково цвета у зефира практически у всех одинаковые композиция составленная абсолютно одинаково что делать я сейчас вижу у меня тут присоединяются люди с цветами возможно как раз вы занимаетесь зефирной флористикой самое страшное из всего того что я увидела было написано гарантирую ваш подарок будет в центре внимания запомните вот это слово гарантирую ваш подарок будет в центре внимания мы к нему вернемся чуть позже вы поймете почему в торговом предложении ни в коем случае нельзя писать такое вы многие вообще не видят разницу между и различия принципиального различия между постом и торговым предложением а что такое торговое предложение торговое предложение это гарантии которые дает мастер когда он продает свой продукт запомните гарантии гарантии это не эмоции и тут важно не скатиться вот до эмоциональных или там исключительно эмоциональных характеристик эмоции как я говорила в начале кто сейчас только присоединяется эмоции это прерогатива клиента эмоция это то на что мастер влиять не может как бы вам не рассказывали про красивые там слова из серии вау эффект на незабываемо восторг радость наслаждение и прочее это эмоции клиента и они могут быть и могут не быть у меня иногда во время моего обучения с учениками возникает спор тот кто ко мне приходит новенький говорит ну как же я же продаю такие шедевральные сладости они же вызывают восторг эмоции восхищения и все клиенты которые ко мне приходят а вот они вот в восторге я думаю что вы тоже ну как бы находитесь в состоянии в таком что вы делаете продукт от которого все в восторге но к сожалению как бы нам не хотелось в это вникать более глубоко и оценивать это немножко по-другому мастер это человек который не может гарантировать стопроцентно одинаковые эмоции у всех клиентов по поводу своего продукта это очень тонкая история потому что мы получаем всегда благодарные эмоции мы рады и счастливы но вы никогда не можете гарантировать что сто процентов людей которые сидят ваш продукцию сто процентов людей напишет позитивные отзывы и вообще что эти отзывы будут положительные позитивные сделайте эксперимент сделали торт зефир пряник неважно отдали в компанию в компании 15 20 человек 18 человек условно из 20 съели сказали вау потрясающе а два человека сказали торт как торт пряник как пряник зефир как зефир правильно вика молодец потому что вкусы у всех разные если вы пишете что это самый вкусный торт это самый невероятный зефир это самый прекрасный пряник то это может быть не так для какого-то человека и получается 18 человек удовлетворены вашим торговым предложением они счастливы и они рады что они купили ваш торт пряник зефир а два человека сказали о чем они купили в магазине а почему мы переплатили этому мастеру вообще это слишком сладко слишком сухо слишком там у каждого своя история может быть потому что мое ощущение вкуса она может отличаться от вашего мое ощущение качество вообще это очень страшное слово качество который очень часто используется тоже мастерами может отличаться от вашего описание в голове и того что вы вкладываете в слово качество мое слово красиво может отличаться от вашего красиво и у нас вкусы действительно разные вот кто-то не любит зефир, вам подарят букет из зефира со словами о том, что мастер мне сказал, что ты получишь восторг и наслаждение, а вы скажете я вообще зефир не люблю он фу какой сладкий и вообще ребят, зачем вы мне его подарили ешьте сами что будет чувствовать человек который повелся скажем так на торговое предложение относительно вау эффект обеспечен и все клиенты будут в восторге, а ваш скажем человек, которому вы подарили не в восторге, вы будете чувствовать себя обманутыми? Будете, значит мастер составил ложное торговое обещание торговое предложение и обманул клиента он не хотел его обманывать естественно мы целенаправленно мы на эмоциях действуем, кондитеры действуют на эмоциях и думают о своем продукте зачастую лучше, чем он есть на самом деле с одной стороны это хорошо, надо быть влюбленным в свой продукт, но когда мы говорим про торговое предложение, надо очень честно правильно скажем так очень реалистично подходить к описанию своего продукта еще раз скажу, эмоции могут быть в описании, в посте но эмоции в торговом предложении они должны быть чем-то обоснованы представьте, ну допустим очень часто привожу в пример историю с тортом один и тот же торт, шоколадный торт один мастер пишет, это самый вкусный шоколадный торт который вы будете есть в своей жизни а другой мастер говорит о том, что благодаря премиальному бельгийскому шоколаду в составе наших тортов вы испытаете там невероятный вкус и наслаждение где реалистичная история? конечно, там где приведен пример что вы можете испытать вкус и наслаждение благодаря использованию премиального бельгийского шоколада и ложное абсолютно торговое предложение где говорят о том, что это самый вкусный шоколадный торт почему? потому что какой-то клиент найдется и обязательно найдется который скажет, ребята, это вообще нифига не самый вкусный не самый классный который я ел в своей жизни вы меня обманули то есть вы чувствуете, продукта один остается просто разное описание продукта продает его абсолютно по-разному и теперь, какие слова необходимо исключить из торгового предложения чтобы ваш продукт или точнее его описание описание продукта выглядело реалистичным выглядело правдоподобным и позволяло отстроиться от конкурентов кто присоединился к нам чуть позже вы послушаете начало где я привожу в пример описание мастеров кто делает зефирную флористику она у всех одинаковая просто клишированная возьмите любого зефирного мастера у всех будут цветы, которые не вянут букет, который заменит живые цветы или цветы, которые можно есть одно и то же вот просто под копирочку сейчас тысячи таких мастеров и тысячи абсолютно одинаковых описаний продукта как отстроиться от конкурентов и сделать свой продукт действительно аутентичным действительно, чтобы его ассоциировали только с вами и вы, грубо говоря, не сваливались в кучу вот этой массы мастеров которые что-то там делают из зефира да, вот просто непонятно кто как создать свое торговое предложение на базе твердых характеристик на которые влияете только вы сто процентов вот запомните эмоции еще раз повторю да, я часто это повторяю чтобы вы когда вы будете прописывать свое торговое предложение помнили это на эмоции клиента вы не влияете вы не влияете на его отношение и оценку вашего продукта как вкусно и красиво вы влияете на другое а на что же вы влияете что такое твердые характеристики это категории продуктов которые вы используете то есть категория качественна никогда ее не используйте потому что качество у всех разное у студента понятие качество одно у человека который входит в не знаю в сотню Forbes отношение к слову качество совсем другое слово одно но мы под этим словом подразумеваем абсолютно разное то есть у нас интерпретация этого слова абсолютно разная второй момент вспомни, да то есть когда вы говорите качественные продукты а они какие для вас это какие качественные если вы покупаете продукты в пятерочке или вы выращиваете ягоды на своем огороде у одного качественной и у второго качественной может написано быть но у одного может написано быть ну я не знаю допустим ставить акцент на что-то другое потому что продукты купленные в пятерочке это обычные продукты и в них нету ничего сверхъестественного да то есть это не молоко из-под коровы которую вы только что подоели не ягоды которые только что сорвали с огорода но люди которые имеют возможность покупать или выращивать свои ягоды они могут написать не качественные продукты а ягоды собственного огорода и уже отношение к этому продукту будет другое и качество да чувствуете слово качество в этом контексте звучит совсем по-другому наличие или отсутствие каких-либо ингредиентов в составе что это такое вы как мастер можете влиять на состав вкусно или невкусно это не категория которым меряется торт пряник или зефир вы можете сделать торт с использованием премиального бельгийского шоколада вы можете использовать допустим мед собственной пасеки в составе вашего там ваших пряников вы можете делать тесто без меда дабы избежать какой-то аллергической реакции даже я сейчас каждый раз когда я делаю до или после то есть добавляю продукт или убираю продукт я обосновываю это но и вам тоже в торговых предложениях очень важно обосновывать а для чего вы это делаете но к этому мы придем чуть позже наличие или отсутствие каких-то ингредиентов это очень важный показатель если вы меняете структуру или вообще в принципе делаете по рецептуре какой-то вашей разработанной вашими руками технологии уменьшили сахар или добавили больше сахара или заменили сахар каким-то другим сахарозаменителем глюкозным сиропом если используете вместо белой муки какую-нибудь другую муку вы меняете структуру вашего теста любого теста получается и вы не меняете качество вы меняете ингредиенты и об этом нужно именно в таком контексте писать что я не подстраиваюсь под клиента я могу добавить или убавить допустим сладость ваших пряников я могу добавить мед, орехи, шоколад либо убрать орехи, мед, шоколад из состава пряничного теста дабы это чтобы повлияло на что-то не вызвало реакции исключило там аллергическую реакцию вашего ребенка если вам не нравится наличие специй можно их убрать и мы это пишем и часто бывают споры у меня с учениками которые говорят я же продаю вау-эффект я же продаю эмоции вы продаете это в посте но в торговом предложении человек должен понимать за что он платит клиенты они не идиоты они видят и когда вы пишете я рисую красиво пеку вкусно первое рисую красиво ну человек не слепой он это может сам оценить для него не нужно это описывать то что очевидно или не очевидно как еще раз да мы повторим вопрос вкуса и красоты у всех разный а пеку вкусно человек может это оценить только после покупки и получается тоже очень не твердое торговое предложение какое-то такое очень зыбкое потому что а вы сначала пишете то что очевидно б вы предлагаете испытать то или вы гарантируете то что человек попробует только после покупки но ему надо решиться на эту покупку а из-за такого торгового предложения он на эту покупку может не решиться итак следующее особая технология приготовления это тоже твердая характеристика на которую влияет исключительно мастер вы можете это сделать по какой-то своей технологии вы можете опять же ускорить процесс и допустим скорость приготовления продукта пряника торта зефира это тоже очень важный показатель почему об этом мало кто пишет вы пишете о том что я дарю вау эффект а мне нужно здесь и сейчас для меня показатель в наличии или заказ за 24 часа будет максимально весомый аргумент чтобы обратиться за продуктом к вам не к кому-то а к вам то есть вот эти вот метафоричные фразы красивые вот эта вот фантазия ваша я уже не говорю о том как вы себя называете да вот эти все пряничные феи богини кремов королевы тортов зачем это клиенту если он идет за продуктом но к этому мы потом придем потому что это тоже такая больная больная тема особая упаковка которая может повлиять на сохранность вкуса мягкости допустим сохранение сроков годности продукта надежности при транспортировке упор на упаковку для определенных клиентов это очень важно если вы продаете продукт который вы считаете что он относится к премиум сегменту человек который ценит высокое качество в его представлении да слово качество то есть это там премиальные продукты в составе но помимо вашего продукта вы ему предоставляете услугу по качественной упаковке то есть упаковка продукта при премиальном продукте должна быть не уступать в качестве вы не можете вынести ваши там сладости в крафтовом пакете просто так отдать то есть упаковка должна быть соответствующей поэтому тут тоже очень важный момент и почему-то кстати были девочки кто делал упаковку чрезвычайно крутую но почему-то на нее не ставил акцент и говорил а пусть человек увидит и удивится не надо чтобы он увидел удивился потому что до момента увидел удивиться он должен еще купить а он не зная про то как это будет упаковано просто может пройти мимо и уйти к тому мастеру который пишет что я пакую таким образом что пряник торт зефир остается вкусным мягким долгое время при транспортировке никуда не съезжает не перемещается не теряет своих физических скажем так красивых качеств не ломается ничего с ним не происходит туда же идет и доставка если вы просто отдаете курьеру с которым не связано никакими договорами то естественно у вас это не является приоритетом или если клиент сам приезжает и забирает это одна история но если допустим вы гарантируете сохранность продукта при доставке скорость привоза своевременная то есть шофер или сам курьер приехал в нужное время в нужное место вежливо поговорил с людьми которым он отдал ваш заказ это будет приятным дополнением к вашему продаже вашего продукта конечно если у вас с такими курьерами договоренность в моем случае когда я продавала торты я страховала торты в компании достовистой и я своим клиентам говорила о том что их торты застрахованы и если вдруг с тортом что-то произойдет курьер нес его в руках ну мало ли чего да торт съехал там я не знаю на бок его наклонили вам компания возмещает убытки и клиенты мои знали об этом и для меня было это конкурентное преимущество потому что я страховала торт я платила условно лишние 100 рублей сверху свои за доставку но торт у меня был застрахован на 5000 рублей и когда курьер приезжал к клиенту клиент открывал и говорил ой знаете а вот тут задето можно он там фотографировал отправлял в курьерскую службу ему возмещали 5000 рублей приятное дополнение приятно мне спокойно как мастеру спокойно это было моим конкурентным преимуществом было не пустые слова о том что вкусно красиво ярко эмоционально а конкретные твердые еще раз скажу твердые характеристики это то на что вы влияете как мастер на что вы еще влияете ну естественно на акции на скидки на какие-то подарки и на цену в целом поэтому когда вы делаете товарное предложение ну торговое предложение описываете свой товар вы можете использовать для определенной категории граждан или компании если вы делаете допустим корпоративные предложения ставить акцент на то что при покупке от такой-то суммы вы получаете такой-то подарок гарантированно или такую-то нам скидку гарантированно то есть это тоже конкурентное преимущество что вообще в принципе важно для разных категорий граждан вы продаете ребенку понятно что решение о покупке принимает родитель а что для него важно какие торговые какие твердые характеристики важны в вашем продукте маме которая покупает продукт ребенку а какие твердые характеристики важны компании которая покупает у вас корпоративные сувениры эти твердые характеристики могут быть разные для кого-то важно состав чтобы он был определенный а для кого-то важна упаковка и скорость изготовления продукта поэтому когда вы создаете торговое предложение вы должны ориентироваться на каждый сегмент своей аудитории если тут вторая проблема вскрывается если вы не знаете кому вы продаете и пишете в торговое предложение все в кучу смешивайте вы тоже таким образом не продадите никому потому что если вы пишете в торговом предложении пику там из таких-то ингредиентов круто пакую быстро доставляю купишь три четвертый получишь в подарок покупайте все кому не лень не купит никто потому что это тоже очень размытая история торговое предложение это не раз на всю жизнь торговое предложение это не шапка профиля. Торговое предложение это то, что вы можете добавить к посту, к эмоциональному да, еще расскажу, к эмоциональному посту, к кейсу, который вы транслируете через свои социальные сети осветив твердую характеристику, одну твердую характеристику продукта поместив его в определенную ситуацию и продав ее условно одному сегменту аудитории. Все это работает конечно комплексно. Если у вас на фотографии ребенок, который ест торт, да с удовольствием, в описании вы описываете кейс как вы делали этот торт на день рождения этому ребенку, то и в торговом предложении вы тоже как будто обращаетесь к мамам, которые в дальнейшем будут заказывать аналогичный продукт своим детям вы понимаете, да? То есть было бы странно фотография торта ребенка в посте описания кейс скажем то, как вы делали этот торт для кого и какую реакцию получил ребенок, а в конце если хочешь заказать корпоративный заказ, там купи 10 11 в подарок, не клеится то есть здесь это естественно все работает в комплексе, вы должны четко понимать а для кого вообще делаете для кого будут все созданные вами торговые предложения. Слова вообще можно под запись вкус, красота, качество если у этих слов нет критерия нет критерия качества в каждом посте по разным вкусняшкам вопрос в том, что, а что у вас основное? Я вообще всегда топлю за флагманский продукт если вы мастер, вас должны ассоциировать с каким-то продуктом вы не универсант, куда пошел и молоко купил, и колбасу, и хлеб вы человек, который профи в одном каком-то продукте. Ну хорошо, может быть два продукта, которые идут друг с другом очень в дополнение но когда, ну условно есть такие, и таких на самом деле очень много. Люди думают, что я расширяю ассортимент, значит я привлекаю большее количество людей это уже тема другого вебинара будет, но тем не менее, давайте я вам расскажу. У вас условно давайте пряники, зефир торты капкейки 4, хватит? Еще там сейчас мода на моти пошла еще моти туда добавьте, добавим и у вас получается в посты пряник, торт, капкейк, моти что-нибудь, леденцы, да потом пряник, капкейк, моти, леденцы они же разные, но по факту я хочу купить леденцы я к вам захожу в профиль а у вас леденцы одна картинка на 10 других картинок я буду думать о том, что вы профи в леденцах нет, я к вам захожу, чтобы у вас купить торт а у вас там капкейки, пряники, леденцы и всякая мучь намешана я буду чувствовать и понимать, что вы эксперт в тортах нет, вот тут такая же история с любым другим продуктом если вы хотите, чтобы вас воспринимали как эксперта в какой-то одной сфере, остановитесь хватит хапать миллионы мастер-классов которые вообще друг с другом никак не связаны да, у меня тоже была такая проблема я училась делать хлеб вот я вижу тут хлеб и пряники Лариса пишет я посмотрела, как это делается я поняла, что в моем профиле это вообще несостыковка я в голове хотела это делать я могла это делать для себя, для родных но в профиль я это не выставляла дабы не размывать историю своей экспертности для клиента я ходила на мастер-класс по эклерам двухдневный, дорогущий научилась делать эклеры они появились в моей ленте? нет, потому что они там не нужны я естественно в свое время не знаю какой год, 14-15 но пошла волна тортов я тоже начала делать торт и начали у меня спрашивать ой, а торты делайте? конечно делаем да, торты с пряниками они хоть как-то более-менее совпадают потому что вы можете делать пряники а следующая картинка торт с пряниками а потом опять пряники а потом торт с пряниками ну по крайней мере пряники у вас существуют для меня это было просто разделение потому что эмоционально очень сложно делать пряники и делать торт эмоционально в процессе потому что ты над тортом все у тебя быстро крем сбиваешь, что-то печется с пряниками ты сидишь и просто релаксируешь И перепрыгивать, когда у тебя, у меня в неделю было 12 тортов. Я не успевала делать пряники. То есть я понимала, что я как пряничник начинаю теряться, а заказы на пряники шли. Мне это было, торты мне были не в прерогативу, это не мой флагманский продукт. Меня всегда все ассоциировали с мастером, который делает пряники. И для меня это было, ну, мне не нужно было это. Поэтому я все это убрала. В моей практике, вот я вам сейчас расскажу просто, как это шло и как логично остались некоторые продукты, которые не являются ни пряниками, ни чем другим, но они остались в моей линейке. Печенье. Я делаю пряники, расписываю пряники. Приходит клиент и говорит, слушайте, пряники темные, хотим белые. Можно? Можно. Мы придумали белое тесто. Потом, насмотревшись американских сайтов, у меня клиенты, я такие, ну, в общем, на поводу у них шла. Я думаю, что, ну, с одной стороны, еда и нет. Это такая очень история. Пока не могу сказать, хорошо или это нехорошо. Мы начали делать печенье. И у нас есть сборники печенья, там их, наверное, штук 10 или 15, под разные вариации. Я не делаю их сейчас, они у меня продаются. Но в свое время, а печенье можно расписывать? Можно расписывать. Конечно, ну, суть-то одна остается. Нам нужно просто было место, на чем мы могли это расписывать. Что пряник, что печенье, они здесь взаимодополняемые и заменяемые. Окей, у нас появились печенья. Пряники мы изначально делали всегда, да, как топеры на торты. И к топерам на торты появились логично леденцы, потому что они, ну, просто добавляли вот это вот, заполняли пространство. И получается у меня, а когда мы начали развивать пряники, ой, пряники, печенье, у нас спрашивали, а можно сделать печенье вот не просто, а какое-нибудь эдакое. И у нас появились шоколадные пасты. И по факту можно, если посмотреть мой профиль там глубоко, у меня есть печенье, у меня есть пряники, у меня есть шоколадные пасты и леденцы. Но печенье я транслирую на регулярной основе, ой, печенье, господи, пряники я транслирую на регулярной основе, расписные, печенье расписное я транслирую на регулярной основе. Пасты время от времени, леденцы время от времени, потому что для меня это не основной мой продукт, на котором я зарабатываю. Но оно у меня есть, и клиенты знают, что эти рецепты мною разработаны, не у кого-то взятый и, скажем, цвет поменяла и вот продаю, нет, я продаю это как мастер-класс, я это сейчас не продаю на заказ, на заказ не работаю, но тем не менее ко мне приходят именно учиться, потому что знают, что мы те люди, которые внедрили леденцы, вот скажем так, на российское пространство еще в каком-то там 16 или 15 году. И все леденцы на глюкозе, глюкоза, вода, сахар, самый классический рецепт, придуманный нами, я думаю, что для вас это тоже не секрет, он в открытом доступе, на моем ютуб канале есть. Но людям стало интересно, появился изомаль, там можно сделать что-то новое, да, и мы начали на базе нашего рецепта придумывать что-то новое. В общем, мы очень сильно отошли от нашей темы разговора, давайте вернемся и теперь поговорим под запись практически слова табу, которые нельзя употреблять в торговом предложении мастеров-кондитеров. Вкус, красота, качество, скажу, да, еще раз напомню, что это те слова, если вы не обозначили критерий красоты, качества и вкуса, тогда эти слова у каждого будут интерпретироваться по-своему. Каждый человек воспринимает по-своему и вкус, и красоту, и качество. Индивидуально, вау-эффект, вообще непонятно, что это такое. Сделано с любовью, отвратительное словосочетание, потому что, а что значит сделать не с любовью, расскажите мне, пожалуйста, ну как бы, это как. Вкладываю частичку себя, можно вообще интерпретировать очень по-разному. Лучшее, что вы ели, вкуснее, чем у конкурентов. Это вообще очень неэкологичная история, да, то есть если мы не можем рассказать о своем продукте правильно, мы почему-то начинаем сравнивать себя с конкурентами. Расскажите о своем продукте так вкусно, чтобы вообще даже слов о конкуренте вообще никогда не было. То есть мы никогда не сравниваем, у меня лучше, чем у тети Гали в соседнего подъезда. Нельзя так делать. Приготовлено с душой, ну это то же самое, приготовлено с любовью. Потому что каждый, кто услышал такие фразы, он будет интерпретировать их по-своему, да. Это фразы, которые просто занимают место, не несут никакой правильной нагрузки для выбора, для принятия решения купить именно у вас. Я вот вам рассказала про твердые характеристики. Старайтесь их использовать в своем торговом предложении, составлять торговое предложение правильно. Если вы хотите составить торговое предложение, которое будет без обмана, без обобщения, без клиширования, поможет вам отстроиться от конкурентов, я вас жду на своем практикуме, он бесплатный. Здесь очень сложно говорить про всех сразу, потому что в практикуме мы решаем эти вопросы индивидуально. И под каждого человека выстраиваем торговое предложение, которое будет соответствовать его продукту и его личной отстройке от конкурентов. Я на этом с вами заканчиваю. 35 минут мы с вами поговорили. Я могу еще раз прописать те самые твердые характеристики, на которые надо ставить акцент при описании своего торгового предложения. Что вы гарантируете клиенту, который придет к вам и будет выбирать между вами и кем-то другим. Как пример могу вам рассказать следующую историю. Вы приходите в магазин, вы видите на полке сосиски, допустим, несколько упаковок. На одной написано «приготовлено с душой», на второй написано «упаковка сосисок». Это все знакомо, все нормально, все понятная история. Приготовлено с душой, сделано вкусно, с любовью приготовлено. Все в восторге от наших сосисок и прочее. А на одной упаковке будет написано «сделано из фермерского мяса, рекомендовано детям с 3 лет, срок хранения 3 дня без заморозки». Вот вы просто как мама, на какую вы упаковку обратите внимание. Конечно, там, где расписаны твердые характеристики, потому что вам не важно, с какой душой они приготовлены, потому что это просто пустые слова. Вам важно, чтобы эти сосиски мог съесть ваш ребенок. И вы понимаете, что если на упаковке стоит, что там рекомендовано детям с 3 лет, вы на это обратите внимание. Если там написано, что это фермерское мясо, а еще немаловажно, естественно, как выглядит упаковка, сколько она стоит, будет стоить сосиски 50 рублей или 500 рублей, каким сосискам у вас будет доверие больше. Это как раз, к слову, по составу, конечно, потому что люди, это вам всем кажется, что это вау-продукт. Когда человек достает деньги, вот он достает деньги, и он про себя думает, а за что я плачу, почему я должен купить вот у этого частного мастера, а не купить в магазине. А в чем разница, если по внешнему виду мне оно одно и то же. То есть вы понимаете, когда вы пишете о том, что вау-эффект, а в составе, допустим, там, не знаю, какой-нибудь от Палыча, а у него, кстати, нормальный состав, там ничего сверхъестественного нету, некоторые там на Палыча очень там все как-то не любят его, но тем не менее, обычный состав, ничего сверхъестественного. Но человек понимает, что он покупает, ему легче купить там, потому что это понятно, за что он платит деньги. Много нюансов, которые нужно разбирать, когда вы выходите в онлайн-продажи. Ваши эмоции как мастера – это одна история, но как вы это передаете клиенту и как вы работаете с клиентом – это совершенно другая история. Уметь готовить – это не уметь продавать. Поверьте, если у вас даже самый фантастический продукт, и вы не умеете его продавать, вы останетесь с этим фантастическим продуктом и будете им кормить своих друзей, родственников, знакомых, да еще и бесплатно. Поэтому учитесь продавать – это такое интересное погружение, потому что огромное количество мастеров подавляющее не умеет правильно донести ценность своего продукта до клиента. Вы знаете, что вы делаете, у вас очень крутой продукт, у вас огромное количество твердых характеристик, но вы не хотите углубляться в этот продукт, понимать этот продукт и действуйте, как действует там кто-то, баба Маша, тетя Клава из соседних подъездов, которые пишут «Вау, у меня супер вкусно, красиво, вау-эффект гарантирован». Не пишите так, не будьте такими же, как все, выстраивайте свою индивидуальность. По поводу практикума я обязательно его пропишу сюда вместе со всеми твердыми характеристиками, которые мы сегодня с вами изучили. Приходите, я буду вам очень рада. Все, спасибо, что было полезно, мне было приятно. Продавать надо учиться. Всем пока-пока.